МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За это время состав группы не раз менялся. Друг друга сменяли не только барабанщики и гитаристы, но и вокалисты. И если в 1989-м в Череповце на концерте у микрофона был Валерий Кипелов, в 2002-м его заменил Артур Беркут, а в 2011-м голосом группы стал Михаил Житников. Для того, как стать членом группы Ария, Михаил долгое время был солистом группы Гран Кураж, где с его участием записали два полноформатных альбома песен. По образованию он инженер-механик. Ради Арии он покинул должность руководителя ремонтно-эксплуатационной службы нефтегазового предприятия. Как говорит сам Михаил, променял соцпакет и карьерный рост на гастроли и четырехчасовой нерегулярный сон. При этом музыкального образования у Михаила нет, но коллеги по цеху утверждают, что за Тонева есть энергетика, харизма и яркий талант. У группы Ария довольно богатая история. Очень много лет существует она на российской сцене. Вы же человек новый, буквально год назад пришедший в коллектив. Довольно много вокалистов было, ну, по крайней мере, двое точно, да у вас еще легендарных запомнившихся публики. Вас сравнивают с предыдущими вокалистами? На данный момент, ну, поначалу было очень много сравнений, но я думаю, что сравнений не избежать, даже спустя длительное время. Вот, все-таки два предыдущих вокалиста, это были большие профессионалы своего дела, и ту планку, которую они поставили, она так или иначе... То есть у людей на слуху предыдущий голоса группы, и невольно приходя на концерты, многие из них не ходили на концерты очень долгое время, и появляясь на концерте, они хотят услышать, как минимум, достойное выступление, и голос в их понимании должен звучать убедительно. Я изначально понимал, то есть даже когда я принимал решение, что я иду работать в этот профессиональный коллектив, я понимал, что сравнений не избежать, и зачастую эти сравнения будут не в мою пользу. То есть морально я себя, конечно, к этому готов. Михаил занялся музыкальной деятельностью еще в 14 лет. Песни под гитару во дворе, популярность среди девушек. Кстати, одна из поклонниц впоследствии стала его супругой. Но размеров двора стало мало, захотелось на сцену. Тогда-то и произошло его знакомство с пластинкой «2001 ночь» группы «Ария». Слова и музыка понравились, вот и стал он со своей группой исполнять легендарные хиты. Изменилось как-то восприятие команды, когда вы были в одной группе? Конечно, восприятие в любом случае меняется, когда узнаешь коллектив изнутри. Но, опять же, ничего плохого сказать не могу. То есть, если для меня до этого эти люди были такими небожителями, то изнутри я понял, что достаточно простых общений люди в простых жизненных ситуациях ведут себя, как и все мы. А был некий культурный шок, когда вы попали в коллектив? Да, но его трудно выделить именно в какой-то определенный момент. Этот культурный шок начался с момента приглашения. И я в нем пребывал еще какое-то время, когда уже мы приступили к активным гастролям. К чему было тяжелее привыкать в новой группе? Было очень много неизведанного для меня. Одно дело записать альбом в студии. У меня было за плечами два полноформатных альбома моей предыдущей группе «Гран Кураж». Другое дело – это гастрольная деятельность, которая таила в себе очень много таких скрытых опасностей. Дело в том, что я не имел возможности проверить свой организм до этого на плотность вот этих концертов. То есть, когда концерты происходят каждый день, и это не просто ты выступаешь номером или отделением, а это полноценная двухчасовая программа, то здесь, конечно, были некоторые опасения, волнения. Ну, скажем так, я усиленно готовился к этому, понимал, что мне предстоит что-то такое тяжелое, и поэтому очень тщательно готовился к первому туру. Ну, вроде как все получилось. От старых привычек, как таковых, отказываться не пришлось, но, скажем так, вокалист в группе должен себя сдерживать от многих вещей. То есть, приходится вести такой во время гастролей достаточно аскетичный образ жизни. В первую очередь, это касается приема пищи. То есть, есть приходится в силу того, что на ночь особенно наедаться нехорошо, а днем уже как бы... Никогда особо, да? Ну, уже нельзя, поэтому это, наверное, первое и, наверное, самое главное. Ну, и все радости, прелести, гастрольные жизни, когда хочется погулять, когда есть день отдыха, когда хочется... Ты появляешься первый раз в каком-то новом для себя городе, приходится себя вот как раз сдерживать от этих порывов в том числе. Потому что иногда погода не позволяет, приходится себя беречь, дабы не подвести группу. А как вы готовитесь к концерту? Ну, помимо того, что, как я уже говорил, приходится отказываться от каких-то вещей, ну, традиционно приходится распеваться. Вот, какие-то физические упражнения. То есть, начиная от банальной зарядки и заканчивая, ну, более серьезными силовыми, может быть. Вот. Ну, опять же, все зависит от того, какой концерт. То есть, для первого концерта требуется более серьезное... Так как организм немножко успокаивается, если долгое время не было концерта, то, как бы, требуется набрать эту формулу. И поэтому первые усилия перед первым концертом, они более затрачиваемые, скажем так. Вот. Ну, далее уже по необходимости уже дозировано. Может, какие-то народные средства, там, яйца, молоко, коньяк, что-то будет? Нет. Никакого алкоголя сразу могу сказать. То есть, для меня... Не скажу за всех, я как бы так серьезно эту науку не постигал, но могу сказать точно, что для меня это не в лучшую сторону не отражается. Я и так вообще не сторонник алкогольных напитков. Ну, и, скажем так, перепением это, как минимум, мне мешает. Как сказал Михаил, к алкоголю пристрастия у него нет. Он не курит, наркотики не употребляет. Из вредных привычек только лень. Но как бороться с ней Михаил не знает. Да и лень. Когда вы пришли в корректив, было желание, может быть, что-то усовершенствовать, изменить, улучшить, сделать по-другому? Я пришел не из профессионального коллектива, а работать в профессиональную группу. И как бы со своим уставом в баню не ходят, да. И потом этим людям, как профессионалам, я очень сильно доверяю. Я часто прислушиваюсь к тем советам, которые в мой адрес поступают от них. Вот, поэтому в силу того, что люди просто за плечами очень богатый опыт сценический, и, ну, что называется, плохого не посоветовать. Я думаю, что по протяжении какого-то времени, может быть, и я тоже что-то буду от себя привносить. Но пока на сегодняшний день, я думаю, что пока я обходится без этого. А для вас быть вокалистом – это работа или хобби? Я, во-первых, продолжаю испытывать удовольствие от того, что я занимаюсь любимым делом. Но в то же время, за этот год я однозначно понял, что выступление на сцене, активно гастролирующей группе – это тяжелый, если не сказать больше, просто адский труд, если так можно сказать. Мне просто, наверное, отчасти есть с чем сравнивать. Действительно, я пробовал себя в других управлениях деятельности, и это очень непросто. Спасибо, Михаил. Удачи вам на ваших концертах. И, конечно же, пусть ваши вокальные данные совершенствуются день и до дня. Спасибо. Это был Михаил Житников, вокалист группы «Ария». А кто придет в следующий раз, смотрите через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин